Телеграме. Прямо в Телеграме мне можно слушать. И в Телеграме же сейчас будет запись. Начать запись. Все, я вышел в прямой эфир в Фейсбуке. Начать запись. Глава Ваехи. И день у нас сегодня пятый. День пятый. День четвертый. Среда это день четвертый. Отлично, запись пошла. Картинки в Телеграме почему-то нет. На нет, как говорится, и сюда нет. Правильно? Все. Зато есть прекрасная картинка в Фейсбуке. Все, значит, открываем. На Ваехе в Телеграме мы открываем сегодняшний день, чтобы читать был текст перед глазами. Видите, если вы откроете Ваехи, день четвертый, то вы увидите текст сегодняшней главы, увидите его с комментарием Раши, да, с переводом на русский язык. Вот Хумаш, книга Берешит, недельный раздел Ваехи. Глава 49. Это 49-й отрывочек. И начинается сегодняшний урок. Да, сегодня еще урок у нас Лилунишама для понятия. Это уже Борох бен Авраам. И чтобы наступил мир, чтобы закончилась война, быстрее. Прямо сегодня это очень важно. Сегодня мы узнаем, почему это важно. Как раз отрывок сегодняшний с этим связан. Начинается сегодняшний отрывок. После того, как Яков благословил Юсефа и его сыновей, он решил благословить остальных всех сыновей перед смертью. И начинается, и позвал Яков, и возвал Ваикра Яков Эльбанав, и возвал он к своим сыновьям, Ваемер, Эасфу, Ваадид Аллахэм, Эташерекра, Этхэмбе, Ахарит Аймин. Он им говорит, собирайтесь все, и я вам скажу, что будет с вами в конце дней. Говорит нам устная Тора, что он хотел им открыть полностью всю историю, все видение, когда придет Машех. То есть он им хотел сказать пророчество, когда все закончится. Хотел он им это описать. И вот они собрались, и к Бетсон им говорит, Ваишему Бнея Яков, соберитесь и послушайте сыновья Якова, Ваишему Эль Истраэль Эвихэм, и послушайте Истраэля вашего папу. Значит, он им говорит, собирайтесь сыновья Якова. Есть устная традиция, что это 10 колен, это они называли сыновья Якова. То есть то, что потом Израиль разделился на две части, Иуда и Истраэль. И 10 колен, это было сыновья Якова, которые, они очень связаны были с материальным миром. То есть Истраэль, это было очень богатое такое государство. И они, значит, как мы знаем, у Якова было как две его составляющие. Яков, это его человеческая такая составляющая, и Истраэль, это его духовная составляющая. И вот эти 10 колен, они более были такие материалистические. Вот тут написано, поэтому, соберитесь, значит, сыновья Якова и послушайте сыновья Истраэля. И было два колена, Беньемин и Иуда. В их уделе был построен храм, был построен первый храм, второй храм. Иерусалим находился, он частично в уделе Беньемина колена, частично в уделе Иуды. И это было, там было все такое, Иерусалим, это холмы, там сельским хозяйством не займешься, земледелием, этим самым, животноводством тоже. Они только молились. Даже сейчас есть такое выражение в Израиле, что Тель-Авив отдыхает, Хайфа работает, а Иерусалай молится. То есть это город, предназначенный для духовной такой работы. И вот, значит, он им это говорит, собрались они все, и он начал их благословлять. Не начал он им говорить, что будет в конце дней. А почему он не начал им это говорить? У него в этот момент отключилось божественное, вот это вот, то, что называется шхина, божественное присутствие, ясновидение, пророчество. То есть он был в этот момент, вот, знаете, бывает, вот тебе что-то ты вдруг понял, а потом забыл. Или ты что-то осознал, а потом не помнишь, что помнишь только. Или сон, например, да. Тебе снилось, ты прям реально в этом сне, потом ты проснулся, и нету сна, и ты не помнишь даже, о чем это было. Помнишь, что что-то снилось. Говорит ему снатора, что он им хотел открыть конец дней, но у него отключилось, он понял, что нельзя этого делать, и он начал их благословлять. Реувен, говорит он, хори ата, Реувен, первенец мой ты. Кохи, он говорит, сила моя, выреши то ни, ты мое первое семя. До Реувена у него не было никаких отношений с женщинами, и первая его, значит, сила, она сразу привела к зачатию Реувена. И етер сад в етер ос, он говорит, есть у тебя больше вознесения и больше могущества, то есть у тебя, он говорит, такой потенциал, такие задатки, такой у тебя, прям вся моя сила в тебя перешла, и что дальше было? Он говорит, ты, говорит, неудержимый, как воды, как воды, которые, знаете, вот такие вот бурлящие воды. И, значит, ты, в общем, обесценил, обесценил свой талант, грубо говоря, да? Что имеется в виду? Имеется в виду, что он ему говорит, несмотря на то, что по твоим задаткам, по твоему таланту, ты являешься, ну, самым великим из всех братьев, ты первенец, тебе положено двойное наследство, ты должен быть царем, ты самый сильный, ты самый талантливый из всех, но, говорит, у тебя есть качество, которое называется пахас камаем, ты слишком порывистый, ты слишком нестабильный, да? В своей психике, в своих эмоциях, ты слишком нестабильный, и поэтому царство, царская власть и первенство от тебя уходят, ты не реализовал свой шанс. Это для нас, для всех, очень важная такая вот информация, что у каждого человека есть талант, и у каждого человека есть какие-то качества характера, которые выработались у него в юности, в детстве, в юности, и которые он во взрослом возрасте должен исправить. Если ты их исправил, то твой талант, он идет в реализацию, а не исправил, потерял, значит, все, шанс потерян, значит, Реувен потерял свой шанс. Он ему говорит, ты талантливый, но у тебя есть вот это вот, как вода, знаете, вода, она бурлит, течет, все, ты нестабильный. Теперь вторые по старшинству, после Реувена, были сыновья Шимон и Леви, значит, Лея родила ему сразу, каждый год родила по сыну, он им теперь говорит, Шимон и Леви, Ахим, вы братья, Клей Хамас Махаратеим, у вас, говорит, ваше оружие, злостные ваши мечи. Значит, что значит злостные мечи? Помните, давайте вспомним историю, откуда мы знаем про Шимона и Леви, помните, была, когда пришли, значит, пришли они к городу Шхем и украли Дину. Украли Дину, значит, пришли этот Шхем, сын Хамора, властителя города, и сказали, что выдайте ее за нас, Джоны. Сыновья Якова сказали, обрежьтесь, мы выдадим, тогда мы выдадим. Они думали, что те откажутся обрезаться, они Дину заберут. Те согласились обрезаться, и в этот момент Шимон и Леви зашли, то есть была у них, как бы, цель зайти и, как отряд такой спецназа, как сейчас часто израильский спецназ заходит, берет, значит, каких-то террористов, злодеев, уничтожает их точечно и выходит. Но Шимон и Леви зашли в город Шхем, и когда начались там какая-то кипиш и паника, они вырезали всех, всех жителей города, всех они вырезали. То есть они проявили в этом случае излишнюю жестокость, хотя она была обоснована, потому что когда весь город стал на защиту насильников и грабителей, которые, убийцы, да, когда приходят забрать убийц, то, в принципе, если город становится на защиту этих убийц, они становятся соучастниками. И Шимон и Леви вырезали тогда весь город. Говорит Яков про них, он говорит, значит, без судем, в их тайный сговор не войдет моя душа, мой почет, они говорили, что они это сделали, чтобы, как, типа, как за нами будет сестра наша, что они это сделали, чтобы почет семьи сохранить, честь семьи сохранить. Он говорит, но, говорит, я не хочу в этом объединяться, это не было, с моей точки зрения, как бы, сохранение чести семьи. Ки-бе-апам аргу-иш. Они в гневе, по гневу своему, они убили человека. Иш, это как бы, они были все в жителе Шхема, как один человек, да, которые стали они на защиту преступников. И Берацунам и Крушор, и хотели они еще и выкорчевать Шора. Шор, это Юсеф, и ему пришло пророчество, что когда, когда была вся эта история с Юсефом, мы знаем, что Риувен, он хотел спасти Юсефа, и он был против того, чтобы его убивать и продавать. Но на тот момент у него не хватило его какое-то лидерство, мужество, чтобы убедить всех братьев, но мы знаем, что Риувен не хотел убивать Юсефа. Теперь, по старшинству, следующими братьями были Шимон и Леви, и они были, получается, инициаторами того, что они хотели вообще убить Юсефа. Но Иуда предложил его не убивать, он был четвертый брат, и по старшинству, и предложил его продать, то есть он тоже, получается, не хотел убить. Вот здесь написано, что они хотели выкорчевать, выкорчевать быка, то есть Юсефа. Поэтому они тоже не были, дальше он продолжает, Ару-Рапам, проклятый гнев, он говорит, гнев это качество, которое проклято, он не их проклинал, он говорит, но их гнев, вот он им испортил всю жизнь. Знаете, бывает человек в гневе, в раздражении, он что-то сделал, там кто-то кого-то там оскорбил, поругался, обидел, иногда люди всю жизнь не разговаривают. Гнев. Гнев это, по Торе, очень запрещенное качество, которое нужно максимально в себе убрать. И Яков здесь им говорит, Ару-Рапам, проклят их гнев, Тиас, Тиас, Эвратам, Тикашата, Ахалкем, Баяков, Вафицем, Баисраэль. И он говорит, из-за того, что они вот такие гневливые, я их, я их рассею. Значит, они будут рассеяны между народом Израиля. Что получилось? Колено Леви не имело своего удела, это было колено священников, и они странствовали между всеми коленами. Колено Шимона не имело своего удела, колено Шимона, они были писцы, учителя, они тоже странствовали, бедняки, то есть оно было очень бедное такое колено, и они тоже странствовали между коленами. То есть вот это качество гневливость, раздражительность, оно, если это колено священников, то оно как бы направлено на то, чтобы за Всевышнего, да, за Всевышнего, как бы ревновать, мстить, все. Еще как-то где-то, когда Мушарабену сказал, кто за Бога ко мне, колено Леви пришло к нему, и они, написано, не жалели ни там братьев, ни сестер, ни мать, то есть они за Всевышнего готовы были полностью джихад такой, да, священная война. Но в принципе для жизни это качество очень лишнее, и поэтому колено Шимона и колено Леви, они вот не получили даже на дело, то есть гневливость и раздражительность, они очень сильно мешают. И тоже, если Раувен лишился царской власти и лишился первенства за свою, вот такую, как сказать, кипучую, такую вот хаотичную проявление, как вода, да, то они лишились, они по старшинству были следующими, за свою гневливость и раздражительность. И вот, значит, приходит, приходит дальше следующий сын, по четвертый, это был Иуда. И говорит Яков ему благословение, Иуда, Атая Духа, Атая Духа Хейха, тебя восхвалят братья твои, и, значит, твоя рука будет на затылке твоих врагов, и иштахаву лиха поклоняться тебе, бнеявихас, все сыновья твоего отца тебе поклоняться. То есть Иуда получает царскую власть, потому что он из всех, которые были перед ним, его качество наиболее пригодное для царской власти. Какие же у него были качества? Значит, мы знаем, что Иуда, главное его качество было, что он умел исправлять то, что он портил. Это очень важное качество. Когда они решили Юсефа убить, потом он говорит, нет, давайте его продадим. Потом они его хотели спасти. Потом у него была история с Тамар, да, его, Тамар, это его была невестка. И когда была эта история с Тамар, он признал и сказал, она более праведная, чем я. То есть он, несмотря на то, что он падал, он все время умел подниматься. Он брал ответственность за свои действия, вот пишут, он брал ответственность за свои ошибки. То есть это то качество, которое человеку очень необходимо для исправления. То есть тот, кто умеет признать свою неправоту и исправить, это для жизни прям лучшее качество. И Иуда, который обладал этим качеством, он получил царскую власть. Гурарье Иуда, он как лев. Как лев, значит, как лев он здесь уподобляется, как львица. Значит, тут идут дальше метафоры, такие очень. Лоя суршеветмиуда. Не отодвинется царский стипетр, да, от Иуды. Мы знаем, что цари были из рода Иуды, начиная от царя Давид. Все были цари, руководители в изгнании были от царя Давида. Мы знаем, что интересно, что, например, Любавич Стеребе, он был из семьи царя Давида. Раввийц Кагзильбер был из семьи царя Давида. Великие Раввины. Очень много было великих людей в народе Израиля. Это уже, когда не было царской власти в изгнании, потомки царя Давида. И мы знаем, что царь Маше, что тот царь, который будет вот в последнем поколении, который поднимется на престол, он будет из рода Иуды. То есть, это будет из рода царя Давида. Царь Маше будет как раз из рода царя Давида. Это то, что здесь написано, что не отодвинется стипетр от Иуды. И, значит, пока не придет Шило. Ну, Шило это тоже метафора на Машеха. И к нему стечение народов. Вело икаат амим. То есть, в конце дней, и мы видим, что мы сейчас очень близки к этому. Я просто сейчас, знаете, поражаюсь. И, ну, как бы хочется, всегда хочется верить, что мы увидим приход Машеха, увидим третий храм. Но сейчас мы к этому пришли уже прямо рядом. То есть, осталось, ну, буквально год, два, три, когда все люди в мире заговорят на одном языке. Как было, почему, как они заговорят. То есть, уже сейчас, если вы посмотрите, Facebook, вот эти все соцсети, во-первых, они объединяют людей во всем мире. Вот мы сейчас разговариваем, Facebook, Telegram. То есть, я знаю, что на уроке есть люди со всего мира. От Австралии до, там, какой-нибудь Ирландии. И я сейчас нахожусь в Вене, например, да, возвращаюсь сегодня в Израиль. Но неважно, на каком языке идет передача информации. Буквально осталось год-два, телефоны, компьютеры и так далее будут переводить на язык слушателя. То есть, будет понятно, что когда выйдет царь Машех, и он обратится ко всему миру, то его услышат на всех языках. От китайского до японского, от ирландского до какого-то, и будет опять один язык. И, значит, что дальше? Мы знаем про Иуду. Дальше идет такой текст благословения, который просто так не поймешь его. Написано, Это все кабала, это скрытые тайны. То есть, Яков зашифровал здесь очень важные какие-то моменты, связанные с соединением духовного, материального и так далее. Я сейчас не буду сюда входить, потому что, во-первых, мы все равно не поймем. Мы не поймем, потому что для этого нужно знать строение души, строение вообще всего. То есть, здесь зашифровано, что Машех, который придет, он приедет на осле. И этот осел, ну, вот смотрите, это же написано 3334 года назад, записано Тора. А события эти, когда Яков умирал, это было еще до этого за где-то 300 лет. Получается, 3700 лет назад. В то время главным оружием это была колесница, конь и колесница. И когда это было главным оружием, сказать, что приедет царь Машех, который возглавит весь мир на осле, это было очень странно. Это было, ну, как это, при чем тут осел, при чем тут вино, при чем, как это было понять, как может быть вообще сильный воин на осле? Ну, мы сейчас видим, что война, которая раньше, еще 50 лет назад, страна, у которой нет сильной авиации, ей не на что было рассчитывать. Страна без самолетов, без танков, не на что было рассчитывать. Сейчас в войне побеждают маленькие дроны, вот такие вот дрончики, которые вообще, что за дроны вообще, название. Но в войне побеждают сейчас дроны, в войне побеждают совершенно технологии, то есть, опять же, пройдет еще 50 лет, и в войне будут побеждать не те, которые на больших танках, на больших самолетах, а те, которые сидят возле компьютеров и в очочках вот так вот, вот так вот пальцами шевелят, и значит, в это время там летают, будут, наверное, вот такие маленькие дрончики, которые могут куда угодно прилететь, а что угодно сделать. И это то, что здесь зашифровано, что когда мы говорим, что ну не может быть, чтобы Машех, чтобы появился какой-то один царь, который обвинит весь мир, который это, на осле он приедет. Да, осел, это на иврите хамор. Хамор это хомор, хомор это материя, материальность. И здесь идея в том, что царь Машех, он будет властвовать над материей. Что значит властвовать над материей? Вот взяли, например, там лет 70 назад, научились расщеплять атом, и из атома происходит огромный выплеск энергии, то есть атомная бомба, потом какая-то термоядерная бомба, то есть из килограмма материи научились доставать невероятную энергию. Что будет дальше, какая дальше будет власть над материей, над клеткой, над ДНК, над вирусом и так далее. То есть Машех, он будет властвовать над материей. Хорошо, значит. Ну, Красин, дальше написано, Аклили и наем миянь, будут глаза красные от вина, Улибенш и наем михаляв. А между его зубами будет молоко. Значит, что за вино и молоко? Опять же, здесь целая идет эта метафора. Мы сюда не будем входить. Дальше идет благословение Звулун. Звулун на побережье. Сын Звулун, это был следующий сын, он будет обитать на побережье, то есть его удел в земле Израиля будет на побережье. И он будет заниматься международной торговлей через корабли. Исахар, осел костистый, лежащий меж грани, значит, его брат Исахар, он будет в это время учить Тору. Он будет полностью учить Тору. И Он будет видеть покой, земля, значит, все. И Дан судить будет за свой народ, как один из колена Израиля. Колено Дана, из него был Шемшон, из колена Дана. И он был судья. И он будет Дан змеем на дороге, который жалит пятого коня и падает садник его навзничь. То есть здесь идет метафора о качествах Дана, которая выразилась лучше всего в Шемшоне, которого перед смертью он разрушил дом этих филистимлян, погибло 2000 человек. Он, значит, пожертвовал собой, но, значит, унес 2000 своих врагов. И вот здесь последний такой сегодняшний отрывок, да, очень такое известное выражение, которое вошло во много-много молитв. Значит, вдруг Яков в конце, он еще не всех благословил, у нас дальше еще будет благословение Ашер, Нафтали, Йосеф, значит, тут вдруг он говорит такую вещь, Бенемин будет дальше благословение, завтра мы прочитаем. Но сегодняшний отрывок заканчивается фразой, Ли Шуат Хоу, Кивити Ашем, На спасение Твое, надеюсь, я Бог, На помощь Твое, надеюсь, Господи, так перевели на русский. Значит, эту фразу сказал в конце Шемшон, интересно, когда он, вот этот в конце уже, эти филистимляне выкололи ему глаза, привязали его, они над ним очень насмыхались, издевались, и он в конце говорит, На помощь Твое, надеюсь, Бог, и он разрывает эти кандалы, и, значит, рушит колонны, и весь дом разрушился. И вот этот вот момент, Ли Шуатеха, Кивити Ашем, этот возглас, он стал таким вот, мы его говорим, когда Алель, мы говорим, Ана Ашем, пожалуйста, Бог, Оши Ана, спаси, пожалуйста. То есть, когда человек, он понимает, что миром управляет Всевышний, то всю свою силу, которая у него есть, он направляет в молитву, и говорит, На спасение Твое, надеюсь, Бог. И вот сейчас, конечно, было бы очень, очень важно, чтобы вот эта война закончилась, потому что, ну, страшно, каждый день тысячи, тысячи людей дивно становятся калеками, страдают. То есть, мы можем себе сказать, на спасение Твое, надеюсь, Бог, и чтобы закончилась эта война, она может закончиться в одну секунду, когда те, кто начали эту войну, те, кто ее сейчас продолжают, абсолютно бессмысленная, абсолютно бесполезная, абсолютно беспричинная, которая вообще абсолютно, вот война сейчас, которая полностью несправедливая война, которая ни одной не несет полезной, как бы, ну, никакой пользы от нее нет, да, она ни за что, да, то есть, просто напали грабители из-за одного человека, я считаю, что в этой войне виноват конкретно один человек, и этот один человек, если мы все помолимся, чтобы, я не знаю, можно ли тут молиться, чтобы с ним что-то случилось, но эта война должна закончиться прямо сегодня. Все от Всевышнего, но Всевышний дал нам силу и молиться, и принимать решения, и создавать мир, поэтому давайте помолимся, чтобы прямо закончилась она, и она может закончиться, вот это надо знать, для Всевышнего нет невозможного, и как она в один момент началась, так же она в один момент может закончиться, и мы надеемся, чтобы она закончилась прямо, вот прям, я очень хочу, чтобы сегодня. Все, всем удачи, успехов, и чтобы Всевышний услышал ваши молитвы. Счастливо. 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 Счастливо.